А вот будет ли президентом Трамп, будет ли вице-президентом Джей Ди? Пока новости такие. Из Politico пришла новость. Провели там опрос. Нет, опрос проводил не сам Politico, а Blue Labs Analytics. И вот согласно данным этого опроса, кстати, 15 тысяч человек опросили. Любые кандидаты от демократов, кроме Байдена, набирают больше, чем Байден. То есть у любого из других кандидатов больше шансов обыграть Трампа, чем у Байдена. Каждый из кандидатов показывает лучшие результаты. Потенциальными кандидатами с наибольшей поддержкой от демократов являются сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Мэри Лендо Эсмур, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Мичигана Гретчен Уитмер. И все четверо опередили Байдена примерно на 5%. И это я вам еще не зачитал Камалу Харрис. Она тоже опередила Байдена, но меньше, чем эти ребята. Сам Байден позавчера, или даже вчера утром, сказал, ну по нашему времени вчера утром, что он снимется с выборов только если по состоянию здоровья. А в другой ситуации он с выборов не снимется. Отдельные крупные доноры при этом демократической партии решили заморозить свои пожертвования на сумму 90 миллионов долларов, пока Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентской выборы. Поэтому Байден обиделся и сейчас гонит бочку, так сказать, на... Нет, бочку гонят, бочку катят. Катит бочку, катят, простите, катят. Катят и гипотенуза, я помню. Бочку катят, а сундук гипотенуза. Шутка неудачная, ладно. Значит, Байден сказал, что, дескать, вот там этот, как его зовут, Илон Маск, русский шпион, он не сказал, что русский шпион, но это как бы между строк читается, дескать, денежный мешок, который решил завалить деньгами Трампа. Но тут я за русского шпиона Илона Маска. Он имеет право, деньги-то его, если пока не доказано, что эти деньги действительно пришли из ФСБ Российской Федерации, деньги пока его. И он их отдал на выборы Трампа. А Байдену, наоборот, денег не дают. И он сказал, что только если заболею, тогда уйду с выборов. И что вы думаете, случилось вчера с Байденом? Правильно, заболел коронавирусом. Тот самый единственный в мире человек, который на выборах 2020 года хвастался, что он единственный в мире ходит в двух масках. Он надевал маску, а поверх маски еще одну маску. Смеялся весь мир. С того, что чувак носит маску на маске. Видимо, он боялся, что нижняя маска заболеет коронавирусом и хотел ее тоже спасти, а не только себя. И вот ходил в двух масках, и что в результате? Коронавирус. За 4 месяца до выборов, 3,5, кстати, уже осталось. Коронавирус, отменены предвыборные мероприятия, сидит в бункере. Но хорошо, не в бункере, в изоляции. Подожди, человек, ну в смысле, вы же сказали позавчера, что если вы заболеете, то сниметесь с выборов. И на следующий день заболеваете коронавирусом. Хотя я думаю, это он для того заболел, чтобы держать социальную дистанцию от Трампа. Потому что он понимает, что в Трампа будут шмалять все, кому не лень, и лучше от него держаться подальше, даже во время дебатов. А тут он скажет, нет, извините, у меня коронавирус, пожалуйста, отодвиньтесь на полтора метра. Или сколько там положено. Кстати, я подумал, вот тогда Байден ходил в двух масках, в 2020 году. А сейчас на этих дебатах с Трампом он был в маске или нет, никто не помнит. Даже по выражению лица понять же невозможно, в маске он был или без маски. Я, честно говоря, не смог этого понять. О, хорошо, что у нас в Европе свой президент. В Америке свой, а у нас свой. У нас президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен во время своего второго срока на посту главы Еврокомиссии планирует превратить Евросоюз в оборонительный союз. В рамках этой инициативы в Евросоюзе появится новый Еврокомиссар, который будет отвечать за вопросы обороны, и начнется подготовка документа о будущем европейской обороны. Также среди предложений главы Еврокомиссии создание общей европейской системы ПВО. И увеличение числа офицеров береговой и пограничной охраны в три раза. Вот так. Да. Кстати, насчет количества производимых вооружений, опять-таки, поговорив с разными интересными людьми, вот что могу сказать. Наша армия сегодня примерно миллион двести тысяч человек. Примерно. Американская тоже миллион двести тысяч человек. У них вся военная промышленность построена на том, американцев, чтобы вооружить свою армию в один миллион двести тысяч человек. А так, получается, у них появилась как бы еще одна такого же размера вторая армия. Вторая армия мира, наша украинская армия. Им нужно ее вооружить тоже. Ну, пока они, правда, не построили нам десять авианосных группировок, но это же только вопрос времени, правильно? Ну, это так уже, к слову, пришлось. Короче, Европа создает свой оборонительный союз, назначается министр обороны Евросоюза. Будет ли все это реализовано, узнаем в ближайшие дни, потому что Урсуле предстоит утверждение Европарламентом на должности председателя Еврокомиссии. Она из-за этого не поехала в Британию. Но вот это мероприятие, которое называется «Саммит Европы» или что-то такое, куда полетел Зеленский? Зеленский по прилете встретил, у него дежавю, видимо, было, потому что прилетает, а там Залужный его встречает у Трапа. Я представляю, сколько раз Залужный встречал Зеленского у Трапа чего-нибудь. И тут снова Залужный. Но пока тут рассказать ничего не могу, потому что событий еще никаких не происходило к моменту записи этого видео. В Англии ничего другого не происходило с этим связанным. Короче, про нашего президента, про Урсулу, еще могу сказать, что она в рамках вот этой подготовки к утверждению выступила с речью в Европейском парламенте и напомнила, что Россия продолжает наступать в Украине, делая ставку на войну, на истощение, отказ Запада от противостояния Кремлю. Кстати, вот то, что немцы решили выделить всего 4 миллиарда, это и есть. То, что Трамп предлагает снять с русских санкций, это и есть истощение, отказ Запада от противостояния Кремлю. «И кое-кто в Европе этому подыгрывает», сказала Урсула фон дер Ляйен. И мы такие все задумывались, кого она имеет в виду, кто же может подыгрывать внутри Европы Путину. И тут она говорит, «Две недели назад», — говорит Урсула фон дер Ляйен, «премьер-министр страны Европейского Союза поехал в Москву». И мы такие все сели, задумывались, «Так, так, так, про кого же Урсула? Интересно даже, интригу-то как держит, какая молодец». Это так называемая, как сказала Урсула, «мирная миссия» была ничем иным, как миссией умиротворения. Это была откровенная миссия умиротворения, подчеркнула она. Представитель Верхомиссии добавила, что всего через два дня после визита Орбана в Москву Россия обстреляла Киев, в частности, детскую больницу и роддом. И вот что она сказала. Это важные слова, когда они звучат из уст президента Европы. Этот удар не был ошибкой. Это был сигнал, сигнал Кремля, от которого застывает в жилах кровь. Сигнал Кремля ко всем нам. И наш ответ должен быть не менее четким. Никто не хочет мира больше, чем Украина и украинский народ. Справедливый и устойчивый мир для свободной и независимой страны. И Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Вот наш сигнал. Подытожила она под аплодисменты Европарламенте. Ну вот ее бы устами, конечно, и мед пить. Очень бы хотелось, чтобы так именно с нами и делали, а не уменьшали объем помощи со стороны Германии. Военной же помощи. Мы же не про гражданскую помощь говорим. Военная помощь нам нужна. Снаряды нам нужны. Европа ответственная за снаряды. Вот нам они понадобились. На войне. Фух. Но напишет мне письмо вчера. Ребята, давно переживала за хлопцев в крынках. Они герои. Они же столько уничтожили врагов там. Надеюсь, что все оттуда выбрались живыми. И наши 95 воинов вернутся домой же мы. Слава Украине. И ее героям слава. Ну, во-первых, да. Вчера я сказал, что 90 наших бойцов вернется в рамках обмена. Вернулось 95. Слава Украине. Героям слава. Слава этим воинам, которые вернулись к себе домой. Слава Богу, что он вернул их к своим семьям. Это хорошо. Это хорошо. Но он обеспокоится за героев крынок. И мы действительно все тоже беспокоимся. Информация противоречивая. Я не хочу вас путать в этом вопросе. Пусть разъяснение дает наше командование. Пока есть по данным полиции, зачитываю я материалы из следствия.инфо, 788 украинских военных пропали без вести во время оборонительной операции в селе Крынке на левом берегу Днепра с октября 2023 года до июня 2024 года. Вот так вот. Следствие.инфо пообщалось с десятками матросов, лодочников, медиков, которые были там в крынках или доставляли туда людей, большинство из них говорят, что оборона крынок была с самого начала сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом. Особенно трудно было заходить туда в октябре на зиму, говорит один из офицеров. Да. Сначала обороняли село, а потом пробовали расширить. Правда, плацдарм не получилось. Потом это село было снесено россиянами, там артиллерией, авиацией. И вот 788 человек сейчас разыскиваются. Официально там погибло, кстати, 262 человека при обороне крынок. 262 человека. Они были вывезены, похоронены, имеется в виду. Ну понятно, что в крынках было страшное там месиво и все такое. И там война продолжается, потому что сегодня генштаб сообщил, что наши войска по-прежнему находятся на левом берегу Днепра, Керсонской области. То есть там есть другие плацдармы, есть острова, и война там продолжается. На фронте 1130 россиян. С новыми силами теперь смотрим. После того, как в экономисте прочитали, что они способны найти 25 тысяч в месяц, мы понимаем, что 1130 за день уничтоженных, выведенных из строя россиян. Это значит, мы выводим из строя больше, чем у них получается. Дальше. 7 танков, так они за год производят, как мы выяснили, 28 танков новых, а мы 7 подбили. 12 БМП, ладно, не знаю, сколько они производят БМП. 54 артиллерийских орудий, это 54 ствола, 54 ствола. А у них вон, австрийский агрегат 100 стволов в год производит. А мы за вчера 54. Россияне тоже, да, обстреляли нас беспилотниками. Мы сбили 16, все 16 беспилотников. Обстреляли нас тремя ракетами. Две мы сбили, Ха-59. Одна, по-моему, называется Ха-35, куда-то попала. Вообще, ПВО сегодня ночью работали в Днепровской, Полтавской, Запорожской, Киевской, Харьковской областях. У нас здесь немножко шамдарахало, но не сильно, что-то упали какие-то обломки. Но вроде бы никто в Киевской области, по крайней мере, от этого не пострадал в городе Киеве, я имею в виду. По Купянщине ударили, или по Купенщине, господи, Купенск, город Купенск, по Купенщине ударили россияне. Сегодня уже утром убили женщину, ранили двух мужчин. Сбросили потом они гранату или бомбу с беспилотника на пожилого человека, 70 с чем-то лет, в Херсоне, в городе Херсоне. Он погиб. Мы, значит, первое, как сообщает губернатор Белгородской области, два человека уничтожены при атаке дрон на легковой автомобиль. Ну, мы знаем эти легковые автомобили, это вдоль границы ездят россияне, они ездят на гражданских номерах, на гражданских автомобилях, хвастаются потом в своих селфи, что, мол, как мы хитро обманули украинцев. В результате, конечно, Украина выбивает все автомобили, которые ездят вдоль границы, ибо нечего тут, называется, нечего шастать, правильно? Поэтому, надеюсь, что это были российские военные, уничтоженные нами. По данным, кстати, россиян, 33 беспилотника за сегодняшнюю ночь мы запустили на Россию и на Крым. Брянская область, а, ну, собственно, два Брянской области, остальное все в Крым. А вот, да, и сколько, 10 безэкипажных катеров. А вот что сообщает СБУ, что ночью дроны СБУ ударили по базе береговой охраны на озере Дон-Узлав в Крыму. Это там, где мы топим все эти буксиры и так далее. Морские воздушные дроны поразили базу береговой охраны. Я думаю, что мы увидим еще много картинок, пока только такая размазанная, черно-белая, вот эта, как всегда, с нашего малюка или кто там у нас участвовал. Украинские дроны поразили, вывели из строя штаб с пунктом назначения, управление, извините, склад боеприпасов, электроподстанцию, технические сооружения, огневые позиции врага. Они там пытались в Дон-Узлаве провести учения, россияне морские учения, но благодаря нашим дронам эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря об акватории острова, озера. Ну и последняя полувоенная новостюшечка, она полувоенная. Нет, не последняя в выпуске, выпуск продолжается. А я сегодня вообще не просил подписаться, да. Ну простите, ну подпишитесь хоть на канал Штельман, то сколько можно, а то я забыл уже, что надо об этом просить. Постоянно прошу, 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 подпишитесь на канал Штельман, поставьте лайк этому видео, а то сами понимаете, 460 тысяч, 460 тысяч подписчиков. Ну хочется к вечеру 461. Подпишитесь, поставьте лайк под этим видео. Так вот, новостюшечка из Америки пишет человек, имя которого я решил специально не называть в целях конспирации. Добрый день, вот вам еще одна забавная история. Я работаю в США дальнобойщиком. Вчера вез военную технику для Украины. Рядом со мной грузился Москаль. Тоже вез нам технику. Прикиньте, ну люди с российским паспортом, сбежавшие в Америку. Кем работают многие из них? Дальнобойщиками. Что делают? Возят американскую военную технику. Какая ирония называется судьбы. Ну а на самой Москве задержали 68-летнюю пенсионерку, которая нарисовала на Красной площади в Москве стоит памятник Минину и Пожарскому. Она на этом памятнике написала слово ГУР, Главное управление разведки Украины. Возбуждено уголовное дело против нее, по словам женщины. Она, а, ее вынудили перевести неизвестному 840 тысяч рублей, а после чего сказали, вернем, если напишешь слово ГУР на памятнике Минину и Пожарскому. А я предупреждал россиян, всех, что вот этот Минин и Пожарскому мы снесем, когда оккупируем Москву. Ну оккупируем с благими целями, естественно. Когда освободим Москву, мы снесем памятник Минину и Пожарскому, потому что это оскорбление поляков, а поляки такого оскорбления терпеть не должны, и поставим там памятник Вовану и Лексусу в назидание, так сказать, будущим поколениям россиян, чтобы неповадно им было. И, как видите, в ГУР меня услышали и прямо начали снос памятника вот таким экзотическим способом. Еще светские новости из Российской Федерации. В России задержали министра культуры, наконец-то русская культура. Пока московская. Вот, кстати, не зря мы говорим, что надо называть Московию, а не Россию. И действительно министра культуры Москвы, в буквальном смысле Москвы, посадили, задержали. Он, правда, бывший руководитель, бывший, до 23-го года был. В 23-м не знаю, куда его делим. А назовут его Кибовский. Кибовский, да. Этот Кибовский призывал убивать украинцев, уничтожать. Говорил, убей украинца, хотя бы одного убей. Это министр культуры Москвы, чтобы вы понимали, такое заявлял. И вот вчера был арестован за то, что украл чего-то там миллионов, сколько-то рублей. Кстати, не знаю, сколько он украл миллионов-то. Ну, в общем, сколько-то миллионов рублей украл. И за это теперь будет сидеть в тюрьме. Уже просится на войну. Уже просится на войну. Но что интересно мне, я вот думаю, ну этот Кибовский, он же не сам по себе стал министром обороны, ой, культуры, извините, Москвы. Министром культуры Москвы бесплатно не становится. И тут я вспомнил. А ведь до него министром культуры Москвы был Сергей Капков. Ближайший помощник Абрамовича, Роман Аркадьевич. И бойфренд Ксений Собчак, что интересно. Капков. И вдруг Капков, который был устойчиво себе в этом кресле, пилил бабло, Московское и Абрамовича. Вдруг в 2015 году уходит в отставку и вместо себя назначает вот этого Кибовского. Сам Капков, кстати, сбежал в Израиль, когда началась война. Сейчас не знаю, где, может, уже вернулся, наверное, в Россию. Но, вот ведь вопрос, а этот Кибовский, он же, наверное, тоже Абрамовича человек. Но раз Капков вместо себя назначил Кибовского, то это же, наверное, человека Абрамовича посадили в тюрьму. Деньги-то пытаются, ну, в смысле, за то, что он украл деньги. И вот, внимание, вопрос. А не война ли это против Абрамовича? Не начало ли это? Не первые ли это шажки? Кто там в Москве? Кто разбирается в этих придворных тайнах? Это Собянина пытаются свалить или Абрамовича? Это Абрамович пытается свалить Собянина или Собянин пытается запихнуть, напихать Абрамовичу полную авоську? Вот эта посадка Кибовского. Таких Кибовских просто так не сажают. Когда сажали военных, было понятно, что это роют под Шойгу. И вчера выяснилось, нарыли 11 триллионов рублей, но это вчерашний выпуск, можете посмотреть. Госдума Российской Федерации уже нарыла, что Шойгу украл 11 триллионов рублей. То есть 120 миллиардов долларов минимум, скорее 150 миллиардов долларов. Больше, чем военный бюджет России в этом году. Украл Шойгу. Но что они теперь роют против Абрамовича? Очень для меня интересно. Я думаю, что из этой штуки может что-то разгореться. Это мой вам прогноз. Тут из этой искры может разгореться интереснейшее пламя. А вот другое пламя, похоже, удалось притушить. Олимпийский огонь, так сказать, удалось притушить. Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в сене. Проплыла в сене, чтобы показать, что река Сена абсолютно чиста. И это все слухи о том, что она грязная. Сена в центре Парижа, как вы знаете, течет, что она грязная. И что Олимпиаду здесь проводить нельзя. Нужно было опровергнуть эти слухи. Мэр Парижа бросилась во все тяжкие и поплыла. И вы знаете, что меня в этой новости так озадачило? Она проплыла по реке Сена 100 метров. Вы когда-нибудь пытались проплыть 100 метров? Ну, я вам скажу. Если плыть без течения 100 метров, ну, обычному человеку. Ну, это 2 минуты. А если по течению, так может, все полторы минуты. То есть, это она поплавала, показать, что все хорошо полторы минуты в сене? Может, это предел нахождения здорового человека в реке Сена полторы минуты? И вы знаете, она сделала это вчера, 17 июля. Она долго переносила, откладывала, меняла дату. Я думал, почему? Тут я думаю, с чем у меня ассоциируется эта дата? Конечно, с тем, что в 1966 году, 16 июля, Мао Цзэдун, лидер Китая, взял и проплыл по реке Янцзы 15 километров за 65 минут. И этот заплыв послужил сигналом к началу культурной революции в Китае. И посмотрите, какие все-таки раньше государства возглавлялись, можно сказать, титанами. Человек проплыл 15 километров по Янцзы. Не в молодом, кстати, возрасте. Я думаю, что вот сколько лет было, вот сейчас этой самой Ан-Идальгу 65 лет. А сколько лет было Мао Цзэдуну в 1966 году? Давайте прямо сейчас с вами вместе проверим, чтобы это соревнование было честным. Мао Цзэдун родился в 1893 году. Значит, в 1966 ему было уже 66 плюс 7, 73 года. 73-летний Мао Цзэдун, получается, проплыл 15 километров. А 65-летняя Ан-Идальгу 100 метров как-то несоизмеримо. Вот они как помогают нам оружием, как помогают нам снарядами, так и проплывают по сене. А нельзя было всю сену через весь Париж поплыть, чтобы в первом квартале Парижа нырнуть и в 15-м вынырнуть. Так нельзя было, чтобы показать, что действительно плаваю не хочу. Но если хорошие новости из Парижа, пришла окончательная статистика до Олимпиады из спортсменов Российской Федерации. До Олимпиады допущено всего 15 человек. Мы же переживали, что там будет куча россиян. Нет, к счастью, почти всех удалось сбить. Кто-то поставил лайк своему покойному папе, который убит на СВО. Кто-то приклеил колорадский флажок, кто что, всех позбивали нашим. И теперь, внимание, все, что нам осталось, их всего 15 осталось. Естественно, они типа как в нейтральном статусе. Значит, Тамара Дронова, Велоспорт. Вот, внимательные зрители, проверьте, не родственница ли она певца-шамана, потому что у нее настоящая фамилия тоже Дронов. Может быть, это она? Дальше. Ладно, а вон Алена Иванченко, Велоспорт. Не родственница ли она Алены Апиной, которая пела про «Он уехал в ночь на ночной электричке». Так что уж больно подозрительно. Да, там Алена и там Алена. Надо проверить. Глеб Сырица, не родственник Алены Глеба Павловского, который призывал снять санкции с России. Велоспорт Анжела Блатцева-Батут. Даниил Медведев. Медведев-теннис. Причем D.Медведев-теннис. Надо проверить. Совпадений таких не бывает. Ну, дальше там, короче, еще теннис, 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 теннис. Гребли на байдарках экономят. В общем, отслеживать надо отслеживать. Единственное, теннисистов, скорее всего, не спалим, потому что теннисисты, они люди независимые, живут на свои, как говорится, гуляют на свои. Денег в ЦСКА и Динамо не получают, поэтому их столько и допустили. А вот Батут и Гребля у меня вызывают большие сомнения. Кстати, еще человек с говорящей фамилией Сомов допущен в плавание. Я надеюсь, что он, как настоящий Сомов, заляжет на дно и до конца дистанции уже не дойдет. Очень бы мне, как кровожадному зрителю Олимпийских игр, этого хотелось бы. Ну что ж, перед тем, как завершить выпуск, пока вы ставите лайки, пока вы прославляете меня в веках, пока вы... что вы еще делаете? Ну, подписывайтесь на канал Штельман. Расскажу вам еще буквально две новости о Российской Федерации. Во-первых, Центральный банк России отчитался, что... Значит, в России есть биржа, чтобы вы понимали. И, как вы знаете, недавно против нее, против московской валютной биржи, американцы ввели санкции. И теперь там запрещено торговать двумя всего валютами. Долларами и евро. Удобно, правильно? Удобно. И торгуют там теперь юанями и индийскими рупиями. Так вот, 99,6% торговли... Подчеркну, 99,6% биржевого рынка валюты в России занимает юань. То есть там торгуют только юанем. Удобно? Удобно. Особенно учитывая, что я не конвертируемая валюта. То есть... Курс юаня, в принципе, определяет товарищ Син. Который, в отличие от Байдена, болеет не коронавирусом, а вроде бы похуже. Но это слухи. Распространять пока не буду. До завтра поддерживаю интригу. Итак, значит, получается, что 99,6% рынка валюты Москвы, но московской биржи, контролирует товарищ Си, потому что это он решает, какой будет курс. Это теперь его личная биржа. Вот так незаметно, с песнями, танцами, шутками и прибаутками. Дальше. Центральный банк, который все это отчитался, он решил остановить публикацию данных об объемах внебиржевых торгов долларов, торгов долларом, евро и юанем по отношению к рублю для ограничения санкционного влияния. То есть, они теперь торгуют в тайне от всего мира, торгуют долларами между собой в коридорах этой самой биржи. Понимаете? Как в старые добрые времена. Смотри, что у меня есть. Вот так вот сегодня торгуют брокеры в России. Ну, пусть так они много не наторгуют. Тем более, что российские экспортеры уже сталкиваются с проблем при проведении платежей с Китаем на фоне расширения санкций США. Такие санкции либо замораживаются, либо задерживаются, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров российских поставщиков. Осуществить прямые платежи из Китая в Россию даже при использовании юаней практически невозможно, жалуются собеседники агентства. Вот так. Ну, там много всяких историй про это. Ну и последнее. Вчера Лаврова, по улицам Лаврова водили. Лаврова приперли в ООН, потому что, к сожалению, по закону положено пускать даже военных преступников в ООН. Даже тех, кто под санкцией, положено пускать в ООН, если они россияне. Так уж появилось. Ему нельзя его привязывать веревкой, и он не имеет права отходить от здания ООН. Но в здании он имеет право жрать котлеты по-киевски. Он приехал в ООН выступать. Ну, что он там говорил, это же все не важно. Но интересно, что выступление Лаврова в ООН было прервано двумя активистками, которые кричали «Ам Исраэль хай», то есть «Народ Израиля жив», и кричали «Освободить заложников». Об этом сообщает «Таймс оф Исраэль». Одной из этих протестующих оказалась глава Союза Учителей Израиля. Этих женщин вывела охрана, а Лавров сказал им «Говорите, членораздельно, я ничего не понимаю, что вы там хотите». Я не понимаю, вы почетче скажите. Одна из протестующих глава Союза Учителей Израиля, Яффа бен Давид, держала в руках фотографию одного из заложников палестинского движения «Хамас». Из чего мы делаем два вывода. Пункт первый. Наконец-то в Израиле даже глава сообщества этого профсоюза Учителей понимает, что это Лавров послал, что это россияне, Путин, Лавров и другое российское руководство послало «Хамас убивать израильтян». Никто другой не владеет «Хамасом», только Российская Федерация. Владелец 100% акций ООО «Хамас». Это раз. Поэтому они протестуют на выступлении Лаврова. Второе. Жаль, что там не оказалось украинских активистов. Почему? Ну, раз израильские активисты смогли пробраться в ООН, а украинские нет, найм них. Надеюсь, что в следующий раз. Спасибо.